МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Гомельщине протягивается практика проведения субботних промых телефонных линий с керавниками выканавчика и распорядочих органов Улады. Сегодня на звонки Жихарова региона отказывала старшиня областного совета депутата Укатерина Зинкевич. Какие просьбы и проблемы были огучены на протягу трех-один, ведая Олег Синцерову. Промые, те, яких еще называют грачи, телефонные линии с керавниками регионов и их наместниками проводятся со студеней 2015 года. Основная задача – выкройнение факту бюрократизму при работе со зворотами громадян и оперативное выращение выказанных ими проблем. Статистка свечить – такая форма работы оказалась вельми эффективной. Кожную субботу с 9 до 12.01 час проведения промых телефонных линий с керавниками регионов и их наместниками застается неизменным. Сами линии проходят в разных форматах. Неде у них принимают удел практически все представники структурных подразделений ууканавших комитетов. Неде склад уделников больше степлый. Але у любым выпадку человека выслухают и дадут отказ. Сервет наибольших частых зворотов на промые телефонные линии, ремонт дорог и жилья. Руководством Гомельского облсполкома за январь-ноябрь 2018 года проведено 39 прямых телефонных линий, на которые поступило 743 телефонных звонка. 212 из них были разрешены положительно, 415 были разъяснены, остальные находятся на контроле. У старшини Гомельского областного совета депутата Катерины Зинкевич сегодняшняя прямая телефонная линия – 9-я по лику. Во первый раз на звонки жахаров региона она отказывала у сего празд некакий дён после выбрания на эту посаду. На этот раз Катерина Зинкевич на протягу трех годин приняла 17 зворотов. Размова с некоторыми потелефоновавшими протягивалась некакий хвилин и имела тлумачальный характер. Але не завсёды жахар Мазара ворошав свои проблемы, а мальпа у годины, починающие от скарги на его погляд неспокойных суседев, запропоновые обмежевание худкости руху на одном с участков городской дороги. Жахары Яромена Гомельского района подскарделися на недостатковое доброе парадку не их вёске. Вся род иншых огученных проблем – порушение правил перевозки маршрутными такси и невыплата зарплаты в акционерном товаристве Гомель-Абл-Буд. А пошне пытание сегодня находится на контроле у героиниства в области. В моём из предприемства реализуются прасаукционы. Затременных таким чином сродку будут различиваться с работниками. У 12.1 Катерина Зинкевич подводит выники. За увесь час промых телефонных линий она приняла 140 звонков. А про чатаго еще 43 вузные и письмовые звороты поступили и были разгледлены непосредственно областным совете депутатов. Сегодняшняя горячая линия еще раз подтверждает то, что многие вопросы можно решать на местах. Иногда человеку достаточно просто разъяснить его права, а может быть даже и обязанности. И вот сегодня разговаривая с людьми еще раз в этом убедилась. Олег Сентяров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский филиал Республиканского предприемства «Белпошта» открыл еще одно отделение поштовой сувязи. Эта подея отбылась в новом микрорайоне Мазыра, где проживают некольки десятков тысяч человек. Открытие нового поштового отделения для жихоров микрорайона «Молодежный» – значная подея. Обращение посреднопаштовых тут будет оказываться из широких додатковых послуг – от приема коммунальных платежей до реализации товаров народного споживания. Особное помешкание призначено для работы с посылками. Первые из них на новый адрес пришли в день открытия будинка. На территории отделения можно так само бесплатно скористаться послугами Wi-Fi. В день открытия провели акцию с раздачей подарунков. Их отримали першие 30 наведовольников, которые скористались и послугами операторов сувязи. Район у нас новый. Здесь новостройок очень много. Очень много молодежи. Я думаю, что очень будет востребовано. И ждали все жители этого микрорайона, наше отделение. Два ножи и топор учу распробовал пронести гомельский подлеток на областный финал республиканских детяшек с поборництва у Пахакеи «Золотая шайба». Но в аходе у ледовый палац, где проходили гульни, а матра у хакея оглядали супрацовники Амапа. Увагу протягнул один с подлетков. У его рюкзаку были знайдены небеспечные предметы – два ножи и топор. 17-годовый юнак не смог расслумачить, для чего принес с собой такие речи. В этот день у квартиры, где проживая неполнолетний, провели огляд. У вынику были знайдены 24 боевые патроны. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Правоохранители проводят необходимые следственные, экспертные и оперативные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего. Также изучаем образ жизни подростка, который, к слову, к административной уголовной ответственности не привлекался. Подросток задержан. На улику у наркологичных диспансеров в Беларуси по причине наркозалежности знаходится коля 13 тысяч человек. Але саправдная личба у разы большая лечить специалисты. Об реализации мероприемства декрета номер 6, об неоткладных мерах по супрадзенне незаконному обороту наркотыка, ишла размова на посадженне у администрации Новобелецкого района зуделом супрацовника у прокуратуры. За некольки годов колькасть злочинствов у сферы незаконного обороту наркотыка у Беларуси скоротилася. Пик отзначался у 2015 годе. Яны займали десятую частку от усих судимостей. За год было вынесено свыше трех тысяч присудов. Прозгод и худельная вага изменшилась до 8%. Летость было прикладно 6,5. Все лето в Гомельской области отбылось 267 таких злочинствов. Гэта на 8% уменьшим за аналогичный летошний период. Даречи, нижняя мяжа термину, пока раннее по отповедным артыкуле, може быть знижена до 6 годов. Сейчас в первом чтении Палаты представителей прошел закон. И, возможно, этот закон в этом году уже пройдет второе чтение, будет обсуждено втором чтении, в котором действительно поставлен вопрос о снижении нижних санкций по второй и третьей части 328. Это сбыт и квалифицированный сбыт. То есть на два года снижение нижних санкций. Ни в коем случае не верхних санкций. Праблема наркомании – это погроза для усяго громадства. Тому вращать яе повинны не только правоохонные органы, але и все службы, які проводят профилактичную работу. Упершую чергу с молодзю. Миновита подлетка упроста утягнуть у выкананья злочинных схем. Например, до распаусюджывания наркотиков праз интернет-магазины. Молодые люди помылково лечат, что практически без рызыки будут зараблять великие гроши. Але опошние падеи у гэтой сферы яше разнагадывают, что гэта самый короткий и легкий шлях з усиму іншим на керунку. И вельми простый способ назавжды сапсовать свою життем. Капитальный ремонт, работа 1-й диспетчерской службы 115, замена лифтов, якость воды. Об реализации держпрограммы «Комфортное жилье» Ишла размова в Жлобинском районе. Подчас ваязного посяжения постоянной комиссии по обудовництве, транспорте и жильево-коммунальной господарце областного совета депутатов. Что в этом районе может стать прикладом для пераймания? А где еще есть недопрацовки? Доведалась Марина Джалая. Насельництва Жлобинского района – свыше 100 тысяч человек. З их у райцентра живе больше 80 тысяч. Пытания у сферы жильево-коммунальной господарки – досыть. У лады мкнуться, выращать – усе запланованное. Наприклад, до конца года в городе заменить 44 лифты. Великые задачи по капитальным ремонте. Все леды треба провести его на 26 тысячах квадратных метрах жильевого фонду. А маль – усе зроблена. Зараз керавництва района ставит перед собой новые задачи. Хотелось бы, чтобы внедрение новых технологий именно по водоснабжению. Хотелось бы улучшить инфраструктуру именно по дорожному хозяйству по нашему. Есть вопросы, но мы стараемся их решать. Идем целенаправленно к поставленной задаче. Одно из главных вопросов, которое обмерковали подчас поседжения – якость воды. На Гомельшине проблема такая же, как по всей Беларуси. Утромание железа часто перевышает максимальные показчики. Норматив – 0,3 мг на литр. Але допускается и до миллиграмма. Такая вода беспечная, а лимая непрогожий выгляд и специфичный пах. Как забеспечить людей чистой водой, жлобинское предприемство «Уником» працуя по трех на керунках. Первое направление – это подключение ближайших сельских населенных пунктов к городским водопроводным сетям. Значит, настоящим им подключено шесть населенных пунктов. Второе направление – это строительство станций обезжелезывания. В этом году построено четыре станции обезжелезывания. И третье направление, которое мы будем дальше развивать, это будет рассматриваться вопрос либо бурения глубоководных скважин, либо подвод с питьевой водички по населенным пунктам, где имеется минимальное количество абонентов. Еще одна локация, на которой побывали представники постоянной комиссии – один – диспетчерская служба 115. Еще несколько лет тому в Жлобинском районе было 16 таких службов. Потом колькость скратили. У вынику засталась одна – комплексная. Для зручности укоранили додаток «Мобильный майстер». Его установили на смартфоны рабочих по комплексным обслугованию будинков. Заразь они одразу отримливают заявки, которые поступают на номер 115. Они отправляют через компьютер, и у мастеров есть телефоны СОТВ, и они видят там эту заявку. Потом они, когда выполняют данную заявку, они уже расписывают в этом же приложении «Мобильный майстер», и диспетчер видит у себя на компьютере, что эта заявка снята. Служба 115 у Гомельской области станет больше технологичной и информативной. ЖХРы смогут не только в УСНО поведомить оператору о проблеме, а и при необходимости достать фото, например, аварийного участка. Планируется уже внедрение других каких-то информационных технологий, которые позволяют в оперативном режиме гражданам сбрасывать фотографии на те какие-то недостатки, которые имеются для того, чтобы не просто звонить, а еще и визуально можно было получать подтверждение тех или других недостатков, которые имеются. Держпрограмма «Комфортное жилье» у Гомельской области реализуется поспехово. Головные задачи – забеспечение насильства социальными стандартами и належное оказание послуг ЖКГ. Это замена инженерных сеток и лифтов. Ремонт жилфонда – забеспечение насильства якосной пятной водой. Например, все лето в регионе треба заменить 380 лифтов, а за три года – 1100. Капитальный ремонт в этом году треба провести на 360 тысячах квадратных метрах. Это четыре сотни домов. В наступном ремонту шукают еще больше шмат поверховок. Марина Джала, Игорь Марыщенко, телерадио «Компания Гомель», Жлобинский район. В Гомеле провели кермаш вакансий для граждан, которые не заняты в экономике. Прационные места им пропоновали пять предприемств в разной форме властности. Городские центры занятости наведали наши корреспонденты. Сегодня на официальном улице у Гомельским городским центра около 800 человек. Коли колькость незанятых у экономицы значна большая. Зараз гэтые списы удокладняются. Отповедная работа повинна быть завершена до початку лютого наступного года. Кермаш вакансий спроба оказать садзейничыне у працуладкованне. Прационные места пропонуть пять предприемств у перепрасучей будавничай машинобудавничай сфер, а так само службы такси. У Гомельского мясокомбината 27 открытых вакансий. Неких значных потребований у да профессийных навыков претендентов нема, навучат на предприемстве. А вось медицинскую комиссию пройти придется. У нас действительно вредные условия труда. И для того, чтобы человека принять на работу, он должен пройти медицинскую комиссию, включая санитарный минимум и так далее, и так далее. То есть требования там действительно как бы есть определенные, и они довольно жесткие. Для больше эффективной реализации поставленной задачи разом с представниками предприемства Приемству на кермаш запросили членов постоянно дзеючих комиссий по садзейнише незанятости насильництва. Сегодня они просуют при всех выконкамах и городских администрациях. Незанятым у экономицы грамадзянам дают лумачэнни. С пажатку наступного года яны пошнусь по полным тарыфе оплатить за гарачае водозабеспечэння, а с кастрышника 2019-го – за газ и отяплэння. Одинай махчымысь платить менш – просоладкавацца. Пакуль рабить гэта по разных причинах пагаджаюцца не усе. Мы же действуем, приглашаем, мы звоним даже, приглашаем, что придите, мы окажем помощь, понимаете, что наступательная позиция занята, значит, тут работают совместно, вы обратили внимание, что секретарь комиссии участвует с администрацией, попросили администрации, звоните, приглашайте, пусть приходят. Надеюсь, раз пришли, уже сегодня отказали, в следующий раз не откажутся. Алисинчурова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Головный приз конкурсу «Лепшая молодая семья Гомельщины» отправился в Нараулянский район. Его представники Иван и Катярина Гаркуша стали переможцами областного конкурса. За гоноровый титул все лето змагалися семьи из девяти районов. У початку мероприемства кожная презентовала свой стенд с фото с дымками, досягнениями и выробами ручной працы. Далее удельники на сцене Речицкого городского палаца культуры демонстровали свою сгуртованность, а так само эрудицию, кемливость и креативность. Так на этапе «Мы – самая классная семья» конкурсанты рассказывали про традиции и обрады своей малой родимой и знакомили глядачу со своим родоводом. У семейных талентах финалисты раскрывали творческие здольности. У вынику наибольшую колькость баллов отримала семья с Нараули. Мы уже второй раз участвуем в конкурсе. Мы уже многодетные, мы выросли в составе, показать свою семью. И мы творческие, много чего умеем. Чтобы знали о нас немножко тоже другие люди. Мы считаемся многодетной семьей, настроя деток, мальчик и две девочки. Мы творческая семья, работаем в школе искусств. Мой муж – хореограф, я по классу скрипки учитель. Вот, работаем с родителями недавно, муж 8 лет, я 7. Конкурс «Лепшая молодая семья Гомельщины» проводится в регионе с 2008 года. А селета, кроме того, у Речицы пройшел первый форум клуба молодых семья Гомельской области. Зараз их в регионе больше за 70. Новый музычный спектакль у подарок до колядных и новогодних святов. У Гомельским областным драматичным театры рихтуют премьеру для юных глядачов. У основе новой постановки сюжет одной из самых популярных казок братов Гримм – бременские музыканты. Режиссер адаптовал до сучасности пьесу, написанную в 1969 году Василем Ливановым и Юрием Энтином. Евгения Кухаронак побывала на репетиции. Соправды, сучасне не придумаешь костюмы, музычные аранжировки, навод гумор, знайомы и зрозумелы молодому поколению. На это и различено. Разом с этим заховалась мораль казки, и сам сюжет не изменился. Главная задача, которую я преследовал – взять старую, хорошую, добрую, всем известную сказку и сделать ее интересной нынешнему поколению. Получилась энергичная, яркая, красочная музыкальная сказка с современными хитами. Я думаю, что она не оставит никого равнодушными. Рэп будет? Будет рэп, да. Для постановки артистам пришлось займаться с выкладчиком по вокале и попрацовать в танцевальной зале. Действие отрималось насыщенным и, здаётся, что музыка не спиняется ни на хвилину. Проделана большая работа. Мы надеемся, будет отклик детишек, взрослых, потому что ждем приходить. И мы ждем с нетерпением, чтобы порадовать нашего любимого гомельского зрителя. Премьера музычного спектакля «Пригоды бременских музыкантов» отбудется на наступном дыне 20-го снежня. Радовость глядача указочной постановкой артиста облдрамтеатра будет до старого Нового года. Евгения Кухарона, Кігар Марышченко, телерадио «Компания Гомель». У областном центре стартовала доброчинная акция «Елка жаданья». Девятый год запар. Студентский актив медуниверситета организует сбор новогодних подарунков для детей с обмежеванными макшимостями и сирот. «Елку жаданья» разместили у гандлевым центры «Сакрет». У якости оздоблення на ее листы адресованные Деду Морозу. Их написали выхованцы Гомельского детячого дома, навученцы Центра коррекционно развивающего навучания и реабилитации. А так само медперсонал областной детячей больницы адымян не маулят сирот. Сирот пожаданья у цацки и шмат звычайных речев. Святочная сукенка, обуток, косметичные сродки, детячая харчаванья. У кожным листе дети так само рассказывают про свои интересы и захопления. У завершений ожидают своим шаровниками феям счастливого Нового года. Это, знаете, так трогательно, когда ребенок пишет письмо Деду Морозу. И вот этого, я считаю, не хватает сейчас в жизни, именно вот этого волшебства. И хочется его как-то поддерживать, чтобы все-таки хотя бы для детей, которые нуждаются в этом, это происходило, эти чудеса случались. Детки ждут нас, детки ждут праздника. И я так думаю, что подарить этот праздник в наших силах, поэтому мы и делаем эту акцию традиционной. Протягнется акция до 11-го студеня. Свои долгочеканные подарунки хлопчики и девчинки отримают напереды нестарого Нового года. У Гомеля отбылась и презентация новогодней резиденции Деда Мороза. На Головной площади Гомеля прошла встреча с Головными героями новогодних святов. В программе первого святочного вечера забавы и конкурсы гульни и карагоды вокруг новогодней елки. Настроение прекрасное, новогоднее. Пришли сюда очень радостное событие. Приехал Дед Мороз. Для ребенка праздник и для родителей, соответственно, праздник. Штуденную работу резиденция Деда Мороза у Гомеля почти 25-го снежня. С этого дня и по 7-го студеня гомельчане смогут погутарить с господаром резиденции и его сябрами. Тут же будут працевать святочные пляцовки и гандлевые роды. Все лето на центральной площади Гомеля у першиню усталевана пиксельная новогодняя елка. В ее упрыгожили 120 гирлянды, амаль 60 тысяч ультраярких пикселей, которые створяют одиною светловую сетку. Новая концепция выкористана и при упрыгоживании самой площади. В одну композицию выстроены 5 арок с корунковым орнаментом. З'явилась новая арка за релями. Старизованный светловый городок утворяют 60 невеликих елок. Так само на площади разместились галоны – символы отыходящего и будущего года, знаки за дыяку и другие фигуры. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам выходных дн и до новых сустречу эфиры.